В столице Белоруссии и Минске завершились трехдневные гастроли театра оперы и балета Якутии. Подробнее о том, как прошли выступления труппы, расскажет Айсена Бурнашова. Культурную жизнь пока еще осеннего Минска своим ярким гастролем-туром украсила труппа Якутского театра. Выступить на сцене Большого театра оперы и балета Белоруссии доводится не каждому. Зарубежное турне требует решения больших организационных вопросов. Поэтому переговоры между якутянами и белорусами шли еще с весны. Что касается финансовой стороны, то в Минске, как и в других городах, театру оперы и балета Якутии безвозмездно предоставили сцену. Буквально перед самым выездом от руководства республики дополнительно выделило нам 9 миллионов рублей. Вот сейчас, конечно, мы не только, как говорится, на бюджетные деньги рассчитываем, мы также еще зарабатываем немножко. И в Смоленске, и в Великом Новгороде все эти мероприятия, они проходят в продаже билетов. Но, конечно, есть у нас доходы. Крупный и самый многочисленный проект – театр оперы и балета Суаруна Омоллона. Труппа якутян состоит из более чем 200 человек. Это не только артисты, но и бойцы невидимого фронта. Администраторы, гримеры, костюмеры. В первый гастрольный день якутяне представили оперный спектакль «Князь Игорь». Самая сложная постановка – это «Князь Игорь». На каждого артиста есть 5-6 костюмов, и мы всех одеваем, каждого артиста. Своим коллегам помогаю, делаю образы. Сценический макияж более яркий, чем повседневный. Стараюсь все подчеркивать. Работа единой и сильной команды театра оперы и балета Якутии снова предстала перед полным залом зрителей. И вновь собравшиеся обрушили шквал аплодисментов. Вторым по счету выступлением в Минске стал большой галоконцерт в «Сиянии северных мус» с участием оркестра, солистов оперы, хора и артистов балета. Мы здесь выступали в опере «Князь Игорь» в «Половецкие пляски». И сегодня я тоже выйду в «Половецких плясках» и подойду из балета «Сельфида». Сложно, но здесь покатая сцена. Это непривычно немножко для нас. В этом вся сложность. Ну и, конечно же, ответственность перед такой публикой. Несмотря на мелкие сложности, театр оперы и балета имени Соруна Маллона достойно представил свою подготовку и уровень мастерства. В программе концерта балетные номера, кантаты, увертюры, арии и дуэты из известных опер. Вы знаете, что меня лично поразило? Это большое количество очень красивых голосов в труппе. И оркестр, и дирижер. Причем я заметил, что два дирижера. Голоса, музыка, все супер. На самом деле я не ожидал, что это так понравится. Пожалуй, один из самых эмоциональных походов в театр. Когда я смотрел это все, я подумал, что было бы неплохо найти какой-то способ сказать спасибо, выразить свое уважение. Якутских артистов также оценили и театральные критики Минска. Интересные голоса, интересные тембры, балетные номера. Балетный номер Левенсхольда Сильфида, где очень тонко ребята работали. Замечательное ощущение вот этого балетного полета, которое им удалось передать. Прекрасное завершение выступлений в Минске. Белоруссия стала первой зарубежной страной, где якутяне выступили в рамках своего турне. Впереди у труппы театра оперы и балета насыщенные гастроли в Литве, в городах Вильнюс и Каунас. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, НВК Саха, Минск, Республика Беларусь.